В этом видео хочу поговорить о том, как разводят в салонах МТС. Ребят, я знаю, о чём вы сейчас думаете. Обзор на шоу на ножах уже в процессе, потерпите ещё пару дней и всё будет. Материала реально много и его очень тяжело монтировать. И да, кстати, вот это видео лучше смотрите, там примерно в середине будут угарные истории из моего детства. Что ж, а сегодня я хотел бы вам рассказать о самых распространённых схемах развода в салонах МТС. Вот знаете, я думал, что самые тупые схемы развода остались ещё в начале нулевых, так как со всем современным оборудованием эти схемы провернуть, ну, в принципе, невозможно. Но не тут-то было, во многих провинциальных городах эти схемы действуют и по сей день. Но давайте обо всём по порядку. Салоны сотовой связи, такие как МТС, Билайн, Мегафон, появились в нашей стране где-то приблизительно в начале 90-х, когда стали появляться первые сотовые телефоны. Я думаю, по этой фотографии вы сможете вспомнить легендарные телефоны из 90-х годов. На тот момент иметь свой собственный сотовый телефон было очень дорогим удовольствием. А разговаривать по нему так ещё более дорогим, так как тарифы на тот момент были просто запредельные. И одна минута разговора могла стоить чуть ли не 2-3 доллара. При том, что средняя зарплата в первой половине 90-х годов в нашей стране составляла в среднем 20-30 долларов. Да, вам не послышалось, 20-30 долларов. Ну и поскольку на сотовую связь были такие запредельные тарифы, то, разумеется, телефоны могли себе позволить либо бизнесмены, либо братки. И на тот момент иметь мобилу считалось верхом крутизны. Но годы шли, сотовая связь становилась всё более доступной, и самым распространённым оператором сотовой связи являлся всеми нами любимый МТС, которым я, кстати, пользуюсь и по сей день. И, разумеется, в манере конца 90-х и начала 2000-х годов начало появляться огромное количество мошеннических схем. Потому что сфера эта тогда только зарождалась, а люди в то время были малообразованы в сфере современных технологий. И одной из первых схем развода было то, что с сим-карты клиента списывались деньги. А если он это каким-то чудом замечал и обращался в МТС с этим вопросом, то те придумывали отмазку, что якобы у нас произошла ошибка, и у вас с телефона списалась большая сумма, чем положено. Я думаю, всем из вас, кто родился хотя бы в 2000-м году, как я, знакома эта история. Но почему-то по странному стечению обстоятельств никогда не происходило таких случаев, чтобы система на меньшую сумму ошибалась. Всегда почему-то только на большую. И в качестве компенсации операторы МТС предлагали клиенту добавить на их телефон бесплатные минуты звонков. Что тогда можно было сделать гораздо проще, чем сейчас? Не, если люди, конечно же, требовали, чтобы им вернули деньги, те им деньги возвращали. Но в большинстве случаев люди даже зачастую не проверяли свой баланс. А если даже и замечали, что деньги у них списались, то даже не спешили себе эти деньги вернуть. У меня, когда мне было 9 лет, а это был 2009 год, произошла один в один такая же ситуация. На тот момент мой баланс на симке МТС регулярно проверял мой старший брат. Потому что было у меня такое, что я, будучи малолетним пиздюком, подключал себе всякие конченые услуги. Я помню, как у меня с баланса в день списывалось по 60 рублей. Брат зашел в мой личный кабинет в МТС, а там у меня подписка на гороскопы, подписка на анекдоты, подписка на новые хиты и прочая поебень. А чё вы ржёте, я мелкий был, видел в этих странных журналах на обложках. Наберите звёздочка, ба-ба-ба, решётка и получайте бесплатные анекдоты каждый день. Помню, влетело мне знатно, когда я в 10 лет звонил в кекс по телефону и с меня списали 300 рублей. А мама это узнала и тогда меня отхлестали ремнём. А чё я должен был делать? Там на обложке какого-то журнала была какая-то тёлка с большими бидонами. И написано, позвони мне, я выполню любое твоё желание. Ну как я вот 10 лет мог не позвонить? Ну да ладно, но самое угарное произошло, когда с моей симки списали 600 рублей. После этого случая брат снова открыл мой личный кабинет и увидел, что 600 рублей с меня списали, внимание, за звонок в Таиланд. Он тут же звонит в МТС и говорит, мол, кому 10-летний ребёнок мог, блять, позвонить в Таиланд? А оператор лишь рассказал, что это оказывается компьютер, ошибся и с вас больше денег списали. Но вопрос остался открытым, кому 10-летний пиздюк звонил в Таиланд? Те сказали, что это вообще машина случайно с другой симкой мою перепутала. В общем, деньги мне эти вернули. Годы шли и мошеннические схемы менялись. Разумеется, сейчас такая схема, что с баланса списали деньги, потому что в компьютере произошла ошибка, уже не прокатит. Такого плебея в оперцентре МТС вычислят после первой же жалобы и тут же уволят по статье. Сейчас наиболее распространены другие, более хитрые и более прикрытые мошеннические схемы. До сих пор, кстати, распространены звонки от зэков разным пенсионерам, которые представляются операторами МТС и говорят, что у вас с баланса мошенники пытались украсть деньги. И чтобы защитить свой номер, отправьте такой-то смс на такой-то номер. Вам так, скорее всего, не позвонят, если вам есть 14 лет и номер зарегистрирован на вас, потому что молодняк на эту схему особо не клюет. Но мне так несколько раз звонили, потому что моя симка зарегистрирована на моего отца, которому в данный момент 60. Так как эту симку мне покупали, когда мне было 9 лет, и тогда не могли ее зарегать на меня. Ребят, запомните раз и навсегда, если вам поступают такие звонки, то необходимо сразу же запрашивать полную информацию о сотруднике. А именно, статья, по которой он сидит, название ИК и номер отряда, погоняло, кто по масти, и последний вопрос, как там Ефремов. Ну да ладно, теперь же о том, какие есть схемы развода в самом МТС. Самое распространенное, это, конечно же, толкать абсолютно невыгодные тарифы, которые стоят дорого, но услугами оттуда вы пользоваться не будете. Например, какой-нибудь тариф на 1000 минут звонков и смс по всей России, которые вам нахер не нужны, но при этом всего на 5 гигов интернета. Как по мне, сейчас нахер не нужны звонки и смс по всей России, потому что у каждого есть мобильный интернет и ватсап, а самый выгодный тариф, как по мне, это тот, который стоит у меня, и называется он тарифище. Платишь по 600 рублей в месяц и получаешь 600 минут звонков по всей России, 600 смс и полностью безлимитный интернет. И нет, это не реклама, это просто тариф, которым я давно пользуюсь. Следующая и, наверное, самая распространенная схема развода, это при покупке телефона в рассрочку. Запомните, в салонах МТС вы не покупаете телефон в рассрочку, там вы берете обычный, мать его, кредит. Рассрочка, это когда ты заключаешь договор с магазином и платишь деньги самому магазину. Но когда тебе пихают договор с каким-то банком, это уже перестает быть рассрочкой, это уже кредит. И никогда, ни в коем случае не покупайте телефон в рассрочку в салоне МТС, потому что вам тут же пихнут договор с Альфа-банком под бешеные проценты. И таким образом не только сдерут с вас гораздо больше денег, так еще и загонят вас долговое рабство. Поэтому еще раз вам повторяю, никогда в жизни не покупайте телефоны в салонах сотовой связи МТС под так называемую рассрочку. А еще я вам расскажу историю одного моего знакомого, который работал в салоне МТС. Да, у меня реально много знакомых, которые работали в различных сферах. Это уже, наверное, стало какой-то локальной шуткой для моего канала. Так вот, этот пацан рассказывал, что отношения к сотрудникам в салоне МТС более чем уебищные. А именно, их в наглую заставляют обманывать клиентов. Причем делают это под угрозу увольнения. Далее, с его слов просто зацените степень цинизма. Подходит ко мне начальник и говорит. Смотри, когда приходят пожилые люди, попытайся им впарить более дорогой телефон в кредит. Если они удивляются, почему так дорого, то внушаем, что это действительно хороший телефон. И что лучше взять более дорогой телефон в кредит, чем мучиться с дешевым. В этот кредит попытаемся им впихнуть еще страховку и какие-нибудь бесплатные сим-карты. А также всякие чехлы, дополнительную зарядку, бронестекла. Разумеется, ты им должен все это преподнести так, чтобы они поняли, что им это реально нужно. Также впарим какой-нибудь тариф подороже, например, тысяча звонков по всей России. А туда впихни еще 10 гигов интернета. Понятно, что пенсионерам интернет нахер не интересен, но все равно, учитывая, что пенсионеры не особо любят читать договора, попытайся им все это впарить. Тут мой знакомый начал говорить, мол, как это так, это же обман пенсионеров. На что менеджер ему отвечает, что если ты не будешь работать, как мы тебе скажем, то мы тебя уволим, а на твое место посадим другого человека. И поверьте, кучка в МТС такая, что нового работника мы 100% найдем. Нам нужны продажи, а если ты их делать не хочешь, то тут тебе не место. Поэтому, как вы поняли, вы не добьетесь того, чтобы все эти конторы работали честно. Единственное, что вы можете сделать, это быть более внимательным. Если у вас есть какие-то престарелые родственники, то никогда не пускайте их одних в салону сотовой связи. А лучше сами регулярно следите за их личным кабинетом в том же МТС, чтобы им не впарили какие-то там ненужные услуги. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!